Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои дорогие и уважаемые. Сегодня я приготовила икру из сукини, но точно так же можно готовить и из кабачков. Дело в том, что в интернете есть много рецептов икры, и у меня тоже самое есть рецепты икры, но икра, перебитая блендером, икра, нарезанная вот такими вот кубиками, которые вы видите перед собой, имеет совершенно два разных вкуса. И самое главное, что сегодня я приготовила икру для того, чтобы кушать сразу, но точно так же приготовила, я вам в процессе все расскажу, как можно такую икру сделать заготовкой на зиму. Вот такое блюдо просто, недорого, и самое главное, а что самое главное, вы увидите, если посмотрите видео. Хотите посмотреть? Пожалуйста, смотрите. Ну, а я начинаю пробовать. Посмотрю, если останется, то просто у меня морковки нету, то можно закрыть на зиму, то есть этот рецепт вы можете приготовить как для вот такой вот просто еды, и можете эту икру закрыть. Меня радует то, что у меня на столе все то, что уже выросло, ну, кроме цукини, которые принесла Таня, но это тоже не покупные, это у Тани выросли на огороде. Перец горький, вот он, пожалуйста, это тот, который я садила, который Лара Лауэр присылала. Лук, который Людочка Леонова присылала, белые мне семена. Морковка тоже, я вот хорошо, что один рядок не прорвала, я его сейчас прорываю, и вот так получается у меня морковка, которую можно кушать в первую очередь. Так, сейчас я ставлю пару сковородок, на одной сковородке я буду обжаривать кабачки, но прежде всего, перед тем, как обжаривать, я возьму миску большую, вот эту вот миску, и нарежу кабачки. Я вам скажу, честно говоря, когда готовишь икру, то лучше, конечно, натирать. Когда намазываете на хлеб, тогда икра, знаете, не падают кусочки, она лучше держится, лучше пристает к хлебу. Но я буду делать кубиками, поэтому способ нарезки выбирайте сами, как вам удобно. Некрупно, но не сильно мелко, где-то 0,5. Вот так нарезаем. И это все сразу бросаем в миску. И потом, когда все кабачки нарежем, мы посолим. Ну что, нарезала я кабачки, вот они красивые какие, видите, кубики. И сейчас присолю. Я вам скажу, что икра, приготовленная вот так кубиком и перебитая погружным, абсолютно два разных вкуса, мои хорошие, абсолютно. Я никогда не соглашусь с теми, кто говорит, что, а, какая разница, перебил и вкус одинаковый. Нет, это неправда. Так, вот сейчас немножечко кабачок пустит сок, пусть это постоит тут у нас. Так, теперь я взяла свою большую сковородку, вы знаете, как я говорю, ставлю ее на огонь. Чуть-чуть добавляю масла растительного и сейчас нарезаю лук. Вы видите, я лук взяла и с этим, с длинными вот этими черенками, но смотрите, чтобы там не было земли, потому что это может такое быть. Нарезаю, ну, тоже все режем кубиком, кроме морковки, которая у меня мелкая. Если у вас морковка крупная, вы натираете на крупную терку. Я нарезаю ее, буду резать и полукольцом, и колечком, потому что она у меня худая. Хоть морковка у меня дома худая. Лук я нарезала, вот видите, и масло у меня нагрелось. Отправляю на сковородку. Шипит, слышите, да? Масла немного, две ложки буквально. Не надо, чтобы икра в жиру плавала вся. Так, и сейчас нарезаю вот морковку. Конечно, это немножко проблематично будет, в смысле, что долго она маленькая, но ничего, вырастет большая через месяц. Вот так нарезаю морковку. На маленький огонь лучок, пусть он себе там томится. Нарубила пятаков с морковки. Давайте посмотрим, что у нас здесь происходит с луком. Вот он, смотрите, я сейчас буду перемешивать лопаткой. Масла у меня очень-очень мало. Я не люблю, когда икра жирная. И мы не жарим, а просто будем тушить. И сейчас отправляю сюда, правильно, морковку. Пока морковка обжаривается, займемся острым перцем. Сразу вот отрезали, вот здесь здесь семена. И попробуйте на язык. Но оно еще, конечно, этот перец зеленоватый. У меня Дима не дает ему созреть. То я его нарежу вместе и с семечками. Он не очень острый, а вы смотрите сами. Вообще, количество перца острого, перца чили, не болгарского, а чили, зависит от вашего личного вкуса. Если вы любите острое, побольше. Если не любите острое, поменьше. Можете даже не использовать. Тоже вот так вот нарезаю. Еще раз повторюсь, что этот перец пока не очень острый, поэтому я его режу вместе с семечками. Шикарно было бы добавить сюда болгарский перец, но у меня он еще зеленый, не хочу его отрывать. А этот перчик даст и остроту, и, конечно же, привкус перца. Все, отправляю это все к луку и к морковке. Так вот, смотрите, ну буквально 5-7 минут в средний огонь. Такой аромат стоит от перца, это просто что-то. Сейчас я чуть-чуть, вот так вот где-то щепоточкой присолю. Вот смотрите, кабачок пустил сок, я ничего не отжимаю, ничего, высыпаю сюда. Почему я не добавляю сейчас много масла? Потому что кабачок выпустит воду, и эта вода пока у нас выкипит. Зачем нам масло, чтобы у нас выкипало? Вот так вот. Сейчас можно добавить немножечко огня. Перемешиваем. У меня кабачки там еще три остались, я думаю, так, кружочками просто пожарить. Я просто переживала, что у меня морковки мало. Хотя вот соотношение получилось хорошее. Видите, вот когда вы перемешиваете, морковочка и кабачок в равных пропорциях получается, и очень хорошо. И вкусовые качества, ну и зрительно. Не хватает красного цвета, понятно, что, но это болгарский красный перец или помидоры. Но помидоры сейчас еще дорогие нету, поэтому помидор не будет. Включаем большой огонь. Сейчас кабачок должен прогреться, он отдаст свой сок, и потом мы прикрутим, чтобы кабачок тушился. Так, смотрите, видите, температура большая, и видите, сколько воды? Вот, вот, вот она, прямо вода, сок из кабачка. Вот мы держим на большом огне, пока этот сок чуть-чуть у нас испарится. Его очень много. Не добавляем ни в коем случае ни растительного масла, никакого. Эта водичка должна у нас пропарить. И не накрываем крышкой. Единственное, что, можно добавить томатную пасту. Если у вас есть помидоры, то помидоры, чтобы сок томатный выпаривался вместе с соком из кабачка. Но у меня сока нету, поэтому я добавлю томатную пасту. Томатную пасту я вам рассказывала, как я выбираю. Я вот так вот переворачиваю, она должна остаться, вот, она не должна сразу падать. То есть, вот такой вот жирности, вернее, густоты. Ну, я беру где-то 25-30% томатную пасту. Вот я открыла металлическую крышку, смотрите, какая паста, видите, какая она прекрасная. Но сразу вы должны попробовать, это при приготовлении любого блюда, вот у нас паста на крышечке, попробуйте, как она на кислоту, как она вам на вкус. Ну, это сладковатая, но кислоты в ней мало. Мы потом выровняем по вкусу. Так, я беру ложечку. В данном случае я сейчас, вы знаете, что томатная паста, она дает нам цвет. И чуть-чуть кислинку. Чтобы сказать, что сильно большой вкус помидор эта паста даст, нет. Я этого сказать не могу, поэтому помидор есть помидор, а паста есть паста. Вы знаете, с чего ее делают. Так что, вот ложечку с пастой я сейчас тут вот этой жидкости сполосну. Видите, чистенькая. Ой, извините, это вы тут шатнулись на штативе. И перемешиваю вот пасту, чтобы она, пока есть жидкая, чтобы не добавлять потом воды, то паста хорошо разошлась. Ну, видите, сразу другой цвет. Красно-зеленое-желтое, это суперские цвета. Так, чтобы у меня тут штатив не загорелся. Вымешиваем и смотрим по жидкости. Как только жидкости, видите, уже смотрите, видите, тогда вода была, а сейчас вот уже, видите, вот жидкость испаряется. Поэтому не прозевайте, прикрутить, даже можно уже сейчас прикрутить огонь, чтобы икра тушилась. Пока ничего по специям не добавляем. И масла пока не добавляем, не хочу. Пусть пока чуть-чуть масла у нас было при обжарке лука, морковки и перца, этого достаточно. Вот сейчас икорочка будет наша тушиться. Видите, как равномерно паста вся вмешалась в икру, потому что у нас там была жидкость. Накрываю крышкой и пусть на медленном огне икра тушится. Давайте посмотрим. Надолго не закрывайте, потому что, видите, сколько у нас образовалось жидкости. Это хорошо, у нас кабачок протушился. Мы не будем его больше закрывать. Сразу скажу, если вы будете закрывать в банке, то протушили икру минут 15 под крышечкой. Довели по вкусу, добавили специи, соль, сахар, лимонную кислоту. И лимонной кислоты немножко больше, чем, вот как для обычной, как мы кушаем. И отправляете икру в стерилизованные банки. Накрыли железными крышками, тоже стерилизованными, не закатывая. Ставите в воду, теплая вода должна быть, чтобы банка не лопнула. Поморусен поясок. И стерилизуйте пол-литровые банки 15-20 минут при медленном кипении. Это гарантия того, что у вас икра никогда не взорвется. Все, простерилизовали, банки достали, закатали. И хотите укутывайте, хотите, нет, я укутываю все, чтобы постепенно остывало. Вот такая вот икра у вас получится на зиму. Вы будете открывать, вы такими кусочками будете кушать икру. Так, сейчас я должна попробовать, как у нас, ну на вкус, то можно и с лопатки, вот так. Сахар добавим и кислоту немножко добавим. И попробуем, как у нас, аль денте, уже готовые, сырые. Супер. Не передерживаем, ребята, уже все готово. Так, я солю. Потому что, если вы закрываете, вы должны попробовать, может, даже и 10 минут, чтобы овощи были чуть-чуть аль денте. Потому что за те 15-20 минут стерилизации овощи еще станут мягче. Поэтому не прозевайте, пожалуйста. Это очень-очень важно. Так, сейчас я добавляю сахар. Ну, на это количество 2 столовые ложки. Зрительно вижу. Так, и добавляем сюда, я добавляю лимонную кислоту. Не сок, ничего, лимонную кислоту. Вот она как консервант получается очень хорошей. Ну и придает вкус. Поэтому сейчас я вот беру, смотрите, не спешите, я беру на кончике чайной ложечки. Это я купила новый, производитель, а еще не знаю. Попробуем. Вот у меня здесь сахар, поэтому я сейчас немножко, чтобы с ложки ушло. Вот так. А так с силиконом, не зря придумали это все, хозяйки моего возраста, отказывайтесь от ложек, от чирканья по посуде ложками. Посмотрите, тихо, и как хорошо. И овощи, или любые ингредиенты, которые вы готовите, ложка как-то рвет. А силиконовая лопатка нет. Ну, какая красота. Это не жирная икра, это то, что нужно. Вы любите жирную, но, извините, добавьте больше растительного масла. Я не хочу. Так, теперь пробуем. Ммм, надо сольки еще. Сольки. Добавляем сейчас. Остроту перец не дал, мои хорошие. Он полностью от температуры как-то пропал. Растворился. Поэтому я добавлю сейчас вот такого перца еще. Чили. Я люблю икорку, чтобы она была... Ой, заканчивается, что ли? Остренькая такая. Классная. У меня там есть перец маленький, не переживайте. А то вы сейчас скажете, ой, это... Надо уже высылать, надо уже попрошайничать. Нет, извините, пожалуйста, звонок. Так, вы можете взять зеленушку добавить, то есть укропчик, кинзу, что хотите. Но у меня дело в том, что, ой, господи, много очень вот этих сухих трав, и их нужно расходовать. Они же не могут стоять, я понимаю, это смесь тут итальянская, розмарин и все на свете. Так, и добавлю своего любимого базилика. Вот так. Если есть свежий, пожалуйста, все делайте свежим. И еще раз пробуем. Кислоту не спешите, потому что кислота вроде бы сейчас может быть не кислая, а потом раз, и будет такое кислое, что в рот не возьмешь. Поэтому... Быстрая икра, очень вкусная. Еще один рецепт из кабачков. Так, пробуем. Ммм, ммм, то, что я люблю. Конечно, сюда еще просится чеснок. Но у меня такого чеснока нету, поэтому я сейчас вырву зелень и просто для запаха сюда порежу. Вот я нарезала тонко-тонко чесночок и отправляю сюда. Он даст запах свой. Сейчас просто прогреется, и все. Икра готова. Эта икра готовится, ну, без нарезания, я имею в виду, в общей сложности, с обжариванием, 15 минут. Но это когда кабачки молоденькие, у меня цукини. Ммм, какой аромат, дорогие мои, какой аромат. Это вообще просто сказка. Сейчас буквально минуточку. И все, я икру выключаю. Накрываю крышкой, только не плотно, а так чуть-чуть, чтобы конденсата не было, не нужно. И выключаю. Все. Пусть минут 10-15 икра остынет, и мы с вами ее попробуем. Что, мои хорошие, немножко икра подостыла. Сейчас я возьму порцию на тарелку, чтобы отсюда не клевать. И мы попробуем. Что же у нас? Я так сделала презентацию в кольце, никто ее дома делает, так не будет. Но все равно, знаете, хочется, конечно, простую икру, а хочется подать как нормальное, красивое, дорогое, благородное блюдо. Но самое главное, я вам скажу, чтобы она была вкусная. Я беру, вы можете гренки приготовить, я беру черный хлеб, какой у меня есть, и вот намажу на кусочек хлеба. Я люблю икру кушать с хлебом. Самое главное, посмотрите, у меня она не жирная. Нигде, вот смотрите, если посмотреть, то жир не течет, не вытекает. Сухенькая и прекрасная. Пробуем. То, что я вам говорила, видите, ляпнулось. И все на футболку, вот. Поэтому работайте в фартуке. Вот этот перец хорошо здесь сработал. Вот острота есть. А тот еще молодоватый. Вот так вкусно, ребят. Но еще тепленькая. Такую икру очень хорошо подавать и кушать, когда она полностью остывшая. Угадали мы и с солью, с сахаром, и со специями. Но, честно признаюсь, перчика немножко многовато в конце насыпала. Такое острое. Ну, такое мы любим. А вы там уже смотрите, как любите вы, как любит ваша семья. Все, мои хорошие, готовьте. Иногда блюда очень простые, но они получаются очень вкусными, очень замечательными и очень привлекательными. Все, мои хорошие. До свидания, до новых встреч.